Благовестие Израилю и всему миру Шалом, возлюбленные! Сегодня мы встречаем вас уникальным выпуском. Будучи евреем, я никогда не праздновал Рождество, пока не встретил Синтию. Да. Синтия, я тогда учился на первом курсе в библейском колледже. В ту пору у нас начались первые каникулы, рождественские каникулы. Твоя семья всегда собирается вместе во Флориде, в доме твоего отца. В тот вечер твоя бабушка появилась со множеством печеней, их было штук 300, наверное. Да. Я ощутил какой-то сверхъестественный прорыв в духе, когда попал к вам. В то время завершился мой первый семестр в библейской школе. Я помню об этом до сих пор 36 лет спустя. Вот это да. Что я могу сказать? Красота семьи, в которой я родилась, была в любви к Иисусу. Они любили Иисуса. С самого раннего детства я помню, как они готовили праздничный торт с надписью «С днем рождения Иисус!». Я выросла в этой литератской семье и запомнила, что Иисус — это любовь. Думаю, что ты как раз погрузился в атмосферу, где любят Иисуса. Я помню, твоя бабушка считала, что я тебе не подхожу. Она ответственно относилась к этому и молилась со своих внуков с самого их рождения. Но она любила тебя, это правда. Правда в том, возлюбленная, что Рождество, о котором мы узнаем в этом выпуске, родом из иудаизма. Иудейский пророк Исаия писал, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Отец говорил еврейскому народу во времена еврейских пророков, задолго до того, как пришел Иисус, что мы примем Мессию, который будет сыном Бога и станет спасителем мира. Возможно, для еврея это еще не повод праздновать Рождество. Но вот с чем я точно могу согласиться. Рождение Иисуса в этом мире — это исполнение мессианского пророчества. Поэтому для нас с тобой, дорогая, это действительно праздник, когда евреи и язычники собираются вместе, становятся одним целым в Мессии. Аминь. Я с нетерпением хочу узнать о корнях Рождества в сегодняшнем выпуске. Будьте благословенны и принимайте Мессию, который родился для вас. Добро пожаловать. Меня зовут Равин Кёрт Шнайдер. Это программа «Еврейский Иисус». Сегодня у нас особенный выпуск. Я назвал его «Рождение Мессии». Исполнение мессианского пророчества. Нам нужно понять, что рождение Мессии в мире — это самое еврейское событие. О нем говорили в еврейском писании. Потому мудрецы или волхвы так обрадовались, когда они обнаружили Мессию, последовав за звездой. Рождение Мессии уходит корнями в еврейские писания. Сегодня я хотел бы обратиться к еврейской Библии. Мы рассмотрим стихи Исаии. Прочитаем несколько стихов о рождении Мессии. Затем мы изучим стихи в Новом Завете, в Евангелии от Матфея и в книге Откровения. Мы узнаем, как применить их в нашей нынешней жизни и принять в свою жизнь глубокое Откровение. Поскольку Мессия Иешуа пришел и находится здесь, Бог рядом с нами в этот самый момент. Бог Отец, мы просим Тебя сейчас, во имя Иешуа, силой Духа Святого, помоги нам познать, что Ты здесь, и Ты близко к каждому из своих детей. «Отец, мы любим Тебя и радуемся сегодня вместе с волхвами о том, что Ты пришел в лице Своего Сына, Мессии Иешуа». В Израиле есть приветствие, которым обмениваются те, кто верит в Мессию и празднует Его рождение. Они говорят «Хаак Мелад Смеах». Это особенное приветствие, которое переводится как «Веселого Рождества». Большинство из нас знает, что Иисус был рожден не 25 декабря. Это неоспоримый факт для богословов и ученых, и мы об этом знаем. Однако, важно назначить день для празднования рождения Мессии в мир. Это не обязательно, это не записано в законе. Это день, чтобы отметить то, что сделал Бог. А то, что сделал Бог, это всегда хорошо. Поразмышляйте об этом. Мы отмечаем день рождения наших детей, верно? Мы отмечаем день рождения наших родителей и супругов. Почему тогда не прославить Бога за рождение Его Сына? Сейчас я хочу обратиться к книге Исаии, 7 главе, и прочесть базовое местописание, в котором мы увидим, что празднование рождения Мессии основано на еврейских писаниях. Вот что пишет нам Исаия, 7 главе, 14 стихе. «Итак, Сам Господь даст вам знамение. Все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Имя Эммануил переводится с иврита как «С нами Бог». Подумайте об этом. «С нами Бог». Бог дал еврейскому народу знамение в том, что дева забеременела. Многие годы идут споры, означает ли это слово «девственница». Но как это знамение было бы сверхъестественным, если бы все было как обычно? Это должно было быть рождением именно от девственницы. Вспомним появление на свет Исаака в самом начале еврейских писаний. Это история Авраама, Исаака и Иакова. Мы знаем, что Бог дал Аврааму обетование. Он сказал, «Авраам, благословятся всеми не твоим все народы земли. Большую часть своей жизни Авраам ждал исполнения этого обетования». Мы знаем, что его жена Сара не могла зачать ребенка, не могла забеременеть. В конечном итоге Авраам решил взять дело в свои руки и войти к своей служанке Агарь. Но Бог сказал, «Нет, Авраам, ребенок родится от твоей жены». Прошло время. Когда Саре исполнилось 100 лет, Бог сказал, «В следующем году в это же время у нее родится ребенок». Сара только посмеялась. Она не думала, что такое возможно. Но есть ли что невозможное для Бога? Я хочу, чтобы вы подумали об этом в связи со стихом из книги Исаии, который мы только что прочли. Его исполнение записано в Евангелии от Матфея. Исаия писал в 7 главе, что Дева зачнет. Возвращаясь к истории Авраама, мы вспоминаем, что Сара родила Исааков. Это было сверхъестественным событием, потому что Саре на тот момент было уже больше 100 лет. Она уже вышла из возраста деторождения. О чем это говорит? Сара зачала 100 лет и родила сына. Это было предзнаменованием рождения от Девы. Если поразмышлять, то рождение Мессии впечатляет намного больше, чем рождение Исаака от 100-летней матери. В конце концов, Иешуа — это самая уникальная и впечатляющая личность на планете. Бог развил концепцию этого уникального рождения, которое мы видим в самом начале еврейской истории, когда Сара родила в 100 лет. Бог развил эту концепцию до ее кульминации — рождения от Девы, когда привел своего сына, Мессию Иисуса, в этот мир. Опять же, мы рассматриваем еврейские корни празднования рождения Мессии в мир в эту особенную пору года. Давайте еще раз мы посмотрим на это местописание. Седьмая глава. А затем мы прочитаем уже из Евангелия от Матфея. «Я люблю вас, возлюбленные, и самое главное, Бог любит вас». И вот что говорит нам Слово Божие. «Итак, Сам Господь даст вам знамение». Помните, если бы рождение было не от Девы, это не было бы знамением. Это не было бы чем-то впечатляющим и сверхъестественным. Почему я уделил столько внимания этому вопросу? Многие раввины спорят, означает ли слово «дева» на иврите «девственница», или же оно значит «молодая девушка». Но если бы оно значило «молодая девушка», тогда факт того, что молодая девушка родила дитя, не был бы сверхъестественным знамением. «Вот, дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Теперь Евангелие от Матфея. Первая глава, 23 стих, где исполняются слова Исаии о рождении Мессии Иисуса. «Се дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». А вот почему мы читаем в Евангелии от Матфея 2 главе, что мудрецы, или волхвы с Востока, увидели звезду на Востоке и, последовав за ней к месту рождения сына, очень обрадовались. А почему? Потому что еще будучи в Вавилоне, на Востоке, они прочли в еврейских писаниях, что родится кто-то особенный, тот, кто родится и принесет Божию славу своему народу и положит начало мессианскому правлению на земле. Эта концепция Великой Радости о рождении Мессии тоже уходит корнями в еврейские святые писания. Кем же были эти мудрецы? Кем были волхвы? У нас нет полной информации, но большинство ученых согласны, что они были с Востока, с территории Вавилона. Очень многих евреев увели в плен Вавилон, поэтому еврейские писания были там в ходу. Мы верим, что эти волхвы изучали сверхъестественные знамения на небе и имели доступ к еврейским писаниям. Бог сверхъестественно проговорил к ним через звезду. К примеру, мы читаем во второй главе «Книги Деяний» и «Книги Иаиля», что Бог показывал сверхъестественные знамения на небе, чтобы объявить о том, что Он делает. Точно так же будет и в конце времен. Знамения на небе возвестят о возвращении Господа Иисуса. Это не что-то новое. Это не что-то уникальное. Иисус сказал, что на небе будут знамения, определенные знаки, возвещающие о Втором Пришествии, точно так же, как знамение возвестило о Его Первом Пришествии. И мы должны быть внимательны в эти последние времена и ждать Его. Баруха Шэм, благословенно имя Господне. Возлюбленные, отмечая рождение Мессии в мир, в эту особенную пору года, я хочу вместе с вами подумать о том, что я нахожу очень интересным. Изучая культуры многих народов, мы обнаруживаем, что в это время многие из них дарят подарки своим семьям и друзьям. Сравните этот феномен с тем, что мы видим в Писании. В Писании волхвы, которые первыми праздновали рождение Мессии Иисуса в мир, не приносили дары своим семьям или друзьям. Они принесли свои дары Иисусу. Хочу спросить вас во время празднования рождения Иисуса. Принесете ли вы свой особый дар самому Богу через программу «Еврейский Иисус», чтобы мы могли продолжать достигать души и строить церковь для него? Да благословит вас Бог! С вами был Равин Кёрт Шнайдер. Я люблю вас! Продолжим. Я хочу развить тему имени Эммануил. В переводе с эврита «Эммануил» означает «С нами Бог». Я хочу, чтобы мы сфокусировались на этой мысли. Бог с нами — это очень важно. Возлюбленная, очень часто мы ищем Бога, но ищем Его где-то вдалеке. Мы хотим, чтобы Он каким-то образом показал, что Он рядом с нами, в наших условиях. Мы хотим, чтобы Он ответил на конкретную молитву. Хотим увидеть, как Он двигается в нашей жизни, будь то наши поиски работы или спутника жизни, что угодно. Все это, конечно, прекрасно. Благодарите Бога за все, что Он делает, когда вмешивается в наши условия и являет свою славу. Но послушайте, есть нечто большее, и это откровение. Слушай внимательно, церковь. Это возможность осознать, что Бог с нами прямо сейчас. Эммануил. С нами Бог. Услышь меня, церковь. Прямо в этот момент, прямо сейчас, в эту самую секунду, когда вы делаете вдох, Бог в вас и с вами. Нам с вами лишь нужно развивать свою чувствительность к Божьему Духу. Наша жизнь — это борьба. Зачастую мы стараемся убежать от настоящего момента куда-нибудь подальше. Но нам нужно понять, что найти Бога, обрести Его, не значит пытаться убежать из настоящего момента в некую более легкую реальность. Нам нужно развивать чувствительность, чтобы осознать, что Бог с нами прямо там, где мы есть, в этой борьбе, в эту самую секунду. Нам не нужно убегать из этого момента куда-то еще, чтобы найти Бога. Нам нужно развить осознание того, что Он с нами в этом испытании, в этот самый момент. Бросьте попытки убежать и осознайте, что Бог здесь. Он с вами и со мной прямо сейчас. Давайте обратимся к еще одному месту из Писания. Я хочу посмотреть вместе с вами, возлюбленные, отрывок из книги Исаии 9 главы, 6 и 7 стихи. Мы продолжаем развивать эту мысль. Подумайте в первую очередь об Эммануиле. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида, в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Мессия Иисус пришел в этот мир, и, родившись, он принес Бога на землю, чтобы каждый, кто придет к Нему, мог принять и пережить Его. Также мы видим в книге Исаии, что правление Мессии, Сына Божьего, будет расширяться. Писание говорит нам, что оно будет распространяться, пока не покроет всю землю. Царство Божие сейчас здесь. Но оно здесь не во всей полноте. Царство Божие сошло на землю, но оно еще не охватило мир во всей полноте проявления Божьей славы. Поэтому Иисус велел нам молиться. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Поэтому Церковь, мы молимся о том, чтобы Царство Божие пришло на землю во всей полноте. И это случится скоро, во время второго пришествия Мессии Иисуса. Царство Божие здесь, но не во всей своей полноте. Мессия Иисус был рожден. Эммануил, с нами Бог. И теперь мы стремимся ко всей полноте Царства, чтобы оно пришло на эту землю. Это произойдет во время тысячелетнего Царства на новой земле и новом небе. Давайте мы прочитаем об исполнении этого события в книге «Откровение». Послушайте Слово Божие. «Откровение, 21 глава, с 3 по 5 стих». «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сескиния Бога». А это Бог во всей полноте, с человеками. И Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. Это наступление Царства Бога во всей полноте. Это то, что вскоре осуществится. Это наша судьба». Иоанн продолжает. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се, творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны». Это напоминает мне слова Исаии в стихе, который мы только что прочитали. Ревность Господа Саваофа соделает это. Именно об этом говорит Иоанн. Слова сии истины и верны. Я хочу, чтобы вы поразмышляли над этим местом, помня о рождении Мессии. Поразмышляйте вместе со мною. Откровение, 22 глава. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его, и по той по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Помните, Исаия говорил о распространении его правления. Оно будет распространяться, и для него не будет границ. Именно об этом мы читаем здесь. Во время тысячелетнего правления на Новой Земле Бог будет исцелять народы. По обеим сторонам реки будет дерево жизни, которое будет плодоносить каждый месяц. И листья этого дерева будут для исцеления народов. Сегодня мы смотрим на народы Земли и видим тиранию и диктатуру. Правители-тираны внушают народу страх, и люди живут под этим гнетом. «Но в Царстве Божием народы будут исцеляться». И мы продолжаем читать. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лицо Его, и имя Его будет на челахах. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их. «И будут царствовать во веки веков». И сказал мне, «Сие слова верны и истинны». Возлюбленное, Царство Божие уже здесь. Почему? Потому что Эммануил с нами. Поэтому мы благодарим Бога в это особенное время года за рождение Его Сына. Очевидно, что можно благодарить Бога за рождение Его Сына в мир каждый день. Но в это время года, когда многие люди находят время в своем плотном графике, чтобы отпраздновать рождение Мессии, я хочу вдохновить вас. Давайте вернем этому празднику его изначальный смысл. Давайте признаем, что рождение Мессии и Иисуса уходит корнями в еврейскую Библию, в книгу Исаии, книгу Даниила. Они рассказывают нам о правлении Мессии, о том, как Он придет в этот мир. Рождение Мессии и Иисуса — это еврейское событие. Поэтому евреи и Иисуса, организация, с которой многие из вас знакомы, проводят в это время самые плодотворные евангелизации. Люди размышляют об этом, откликаются в это время года с особой теплотой. Многие люди хотят проявить в это время года свою добрую волю, но в конце концов, главный — это Иешуа, ведь так? Он причина этого праздника. В завершении программы я хочу помолиться вместе с вами о более глубоком откровении от той реальности, что сегодня бросает нам вызов. Бог с нами. Послушайте меня очень внимательно. Бог с вами в этот самый момент. Сделайте этот момент своим приношением Богу. Начните относиться к каждому моменту как к святому. Не убегайте от этого момента в более удобное место, потому что Бог не где-то в будущем. Бог — это Бог нынешнего момента. Эммануил. Бог с нами прямо сейчас. Хочу ободрить вас, сфокусироваться на этой истине, чтобы и в хорошие, и в сложные времена вы осознавали, что Бог с вами. Вы можете найти Бога рядом с собой во время борьбы. Не пытайтесь убежать, чтобы найти Бога где-то еще. Осознайте, что Бог с вами, и вы можете осмысленно найти Его именно в этот момент своей борьбы. Бог отец, мы благословляем тебя сегодня и поклоняемся тебе. Мы благодарим тебя, отец, что ты пришел в этот мир, как Эммануил, чтобы быть с нами. Отец, дай нам свободу от попыток бегства в страхе и стрессе, от попыток найти тебя где-то еще. Помоги нам осознать, что ты близко, что Эммануил прямо сейчас рядом с нами. Бог отец, помоги и научи нас переживать тебя в любой момент. Помоги нам проходить трудные времена, осознавая, что даже в таких ситуациях ты что-то совершаешь в нашей жизни. Отец, мы поклоняемся тебе. Предвкушая следующий год, мы хотим поблагодарить тебя, зная, что ты будешь рядом с нами. Мы будем смотреть на тебя, переходя из силы в силу, из славы в славу, из шалома в шалом. И да благословит вас Господь Бог, возлюбленные. С вами был Равин Кёрт Шнайдер, и я говорю вам веселого Рождества! Возлюбленные, интересно, что в нашей стране многие люди отмечают Рождество главным образом, даря подарки своим близким. Но обращаясь к Библии, мы видим, что волхвы праздновали Рождество, приготовив дары не своим родным и близким, но самому Мессии. Послушайте, что сказано в Евангелии от Матфея. «И войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары». Хочу вдохновить вас праздновать рождение Мессии в этом году по-библейски, принося дары самому Богу. И я прошу вас вот о чем. Если вы верите, что Бог действует через программу «Еврейский Иисус», то вы можете принести свой дар Господу в этом году через это служение. Уверяю вас, ваш дар поможет достигать людей самым важным даром Рождества, Сыном Божиим. Как стать нашим партнером? Отправьте пожертвования, не облагаемые налогом, на адрес, который на экране. Пожертвовать онлайн можно, зайдя по ссылке нашего сайта. Пожертвовать через кредитку можно по телефону, который на экране. Или же отправьте СМС на данный телефонный номер. В знак признательности мы отправим вам аудиопроповедь месяца и свежий вестник. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение, интернет и массовые богослужения. Многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на наш сайт. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Иисусею и Асим Леха Шалом Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит Тебя и соблюдет. Пусть осветит Тебя сиянием лика Своего, и явит милосердие. Пусть Отец, Владыка Твой, воззрит на Тебя светлым взором Своим, и пусть снова дарует мир любимому Чаду. Откровение сегодня для лучшего завтра. Найдите сайт «Еврейский Иисус» на Своем носителе. Подпишитесь на наши обновления. Следите за нами в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и подпишитесь на нас в Ютьюбе. Присоединиться к служению «Еврейский Иисус» очень легко. Будьте с нами. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии. Передача «Еврейский Иисус» служит Израилю и миру.